У нас в пару, точнее в троицу к красному и белому Outlander последнего поколения пришел вот такой вот черный, недавно проданный. Рассудите, я считаю, что красный это просто бомбический цвет. Парни сейчас все меня уничтожили аргументами, что злая машина должна выглядеть зло вот с этими узкими фарами. Ну короче, на вкус и цвет есть все три варианта. Весь почти светофор, зеленого не хватает. Смотрите, Outlander вот эти именно, они не дешевые. В сравнении, например, вот с такими, они как дороже, чуть ли не на 2 миллиона. Но сейчас идет просто осмотр, не обращайте внимания, вот таким образом мы принимаем автомобиль. То есть осматриваем все-все-все на какие-то минимальные вмятинки и так далее. Это не постановочная история, это действительно Серега наш техник, и у него вот лист осмотра. Смотрите, эта машина, она вот, кстати, с красным абсолютно одинаковый салон, она хорошо оснащена. Поэтому покупая ее, вы понимаете, что здесь прекрасный надежный мотор, коробка, которая как минимум 200 тысяч вас не подведет. Это и хорошее оснащение, полный привод. Что я подразумеваю под хорошим оснащением? Бесключевой доступ, старт-стоп. Дальше вот мы с вами машину активировали. Сидение приняло мое положение, предустановленное до этого. То есть здесь есть комфортная высадка-посадка. Сидение электро, как вы видите. Здесь вот кнопочка массажа, то есть помимо подогрева сидения здесь есть даже массаж. Оба сидения с памятью, и водительская, и пассажирская. Цифровая приборная панель. Адаптивный круиз-контроль управлением. Вот здесь, вот, вот, здесь, вот, вот. Видите, blind spot, слепые зоны. Forward это регулировка дистанции впереди идущего транспорта, до впереди идущего транспорта. Lane это удержание в полосе движения. Далее, смотрите, вот здесь есть камера не только заднего вида, но и кругового обзора. Выбор режимов движения, причем режимов здесь много. Отдельно на кнопочке здесь выведен подогрев. Климат здесь на две зоны. Зарядка для телефона беспроводная, пожалуйста. Здоровая панорама. Далее, здесь хорошая музыка ВОУС и есть проекция на лобовое стекло. Ну, то есть по опционалу к этой машине особо не придерешься, она хорошо оснащена. И далее выходим. Смотрите, Outlander всегда славился тем, что он достаточно большой. И в этом поколении он не потерял своего преимущества удобной посадки на заднее сидение. Сидение, видите, двигается. И у него меняется угол наклона спинки. Вот это самое комфортное положение. То есть здесь в дальнем путешествии будет вам достаточно комфортно. Видите, я хорошо откинулась. Так что машина, вы знаете, в сравнении с теми же китайскими автомобилями, которые сейчас в этом классе стоят по 5 миллионов рублей, это просто небо и земля с точки зрения надежности, ходовых характеристик, очень хорошая сбалансированная подвеска и хорошее оснащение. Вот из всего вышеперечисленного китайские конкуренты подобного класса могут лишь похвастаться хорошим оснащением. Туда обычно напихивают, да, всего и вся. Но как эта машина едет, как она себя ведет, как она по надежности, это вообще другая история. Субтитры создавал DimaTorzok